Вообще, родители считают, что можно ребенка воспитывать страхом, можно его воспитывать криком и так далее. Значит, это самые неэффективные стратегии. Потому что ребенок будет бояться не того, что вы хотите, чтобы он боялся, он будет бояться вас. Потому что вы в данном случае являетесь угрозой, источником страха, потому что он-то другие страхи не видит. Когда вы рассказываете, что не надо сосать сосульку, потому что ты заболеешь и умрешь, ребенок ничего не понимает. Ни про заболеешь, ни про умнешь. У него таких еще функций в голове нет. Даже если он пользуется этими словами, он не понимает, что за ними стоит. И он дальше видит сосульку и видит вас орущим. Он действительно испытает страх, но страх не то, что он заболеет и умрет, а страх из-за того, что родитель выглядит как взбешенный мам. Обычно люди что-то роняют, разливают дети. И все страны начинают суетиться, переживают, вгриматься какая-то. А у меня было заведено, что если ребенок что-то уронил, что-то еще что-то, я говорю, ничего страшного, и спокойно это убирал, чтобы вообще не превращать это в какое-то событие. Это я рассказываю к тому, что в какой-то момент я разлил чашку, и мне ребенок спокойно, голубом в глазу сказал, ничего страшного. Вот формируйте это ничего страшного у ребенка по делам, по которым действительно нет ничего страшного. Если разлилась чай или еще что-то, ну ничего страшного не случилось. Страшное, знаете, это тяжелое онкологическое заболевание, страшное, тяжелая травма и так далее. Это страшное. А все остальное ерунда, дело житейское.